МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Восвятая служба информации телерадио компании Гомель, в студии працуя Марина Джалая, глядите в этом выпуске. Захворюемость насухоты в Гомеле снижается, но ситуация по раннейшему находится под пильным державным наглядом. Материал спасет Женя – Гарвы Канкама. Поляпшение системы реабилитации людей с обмежаванными физичными махшимостями. Эта тема сегодня в центре уваги представников громадскости и органов улады. Делегаты от Гомельской области поделились уражениями от удела в Сусветном фестивале молодых студентов в Сочи. А зараз об этом и иншим больше подробно. Обмерковать проблемы комплексной реабилитации людей с обмежаванными махшимостями и знайсти шляхи их выражения. Пытанием медицинской, психологичной и прационной адаптации инвалидов сегодня присвятили тематичный круглый стол. Сустреша представников органов улады, специалистов уховы здоровья, керувников реабилитационных и оздоровленных центров пришла в Комитете по праце, занятости и социальной обороне Гомельского облыва Конкама. На прикладах и фотосправоздачах реальных выников работы уделники круглого стола смогли оценить, как можно жить и працевать инвалидам розного взрослого в нашем регионе. Есть, что ставить у приклад, но есть над чем працевать. Сегодня в области зарегистровано 86 тысяч людей с обмежаванными махшимостями. Больше 14% этих людей працуют на предприемствах в области. Что год, свыше 700 инвалидов звертаются у Центры социальной обороны насильства за допомогой у працевладкования. Але есть махчимость притягивать до посильной занятости и допомогать в працевладковаться большей колькостью людей с обмежаванными махчимостями. Есть потенциал и у развития центров дзённого знаходжения для инвалидов у районах. Удельники круглого стола означают, шмар шагу робится у рамках международных проектов. Развиваются проекты первой реабилитации для инвалидов-колясочников. Молодые инвалиды, например, активно створяют интернет-ресурсы для первой допомоги и социальной адаптации тех, кто затыкнулся с тяжким диагнозом – инвалидность. Необходимо менять отношения общества и формировать положительный имидж человека с инвалидностью. Мы планируем провести к Международному дню инвалидов такой конкурс, как «Самый успешный человек в коляске Гомельской области». Достаточно много у нас людей, которые достигли в новых жизненных условиях и самодостаточными являются. И могут быть примерами для остальных, и мы хотим эти примеры показывать. Захворюемость на сухоте у Гомеля снижается. Але ситуация по раннейшему знаходится под пильным державным наглядом. Выконание под программы туберкулеза обмерковались сегодня на посяжении угар-выконками. Першая диагностика этой хворобы проводится у немаулят с двухмесячного взрослого. План на этот год шляхом иммунологичных проб обследовать свыше 25 тысяч детей и подлетка у Гомеля. За первое поугодие проверку прошли коля 85% человек этой взрослой категории. Причем инфицированные дети застаются под наглядом фтезиатра до возникнения погрозы развития захворвания. Что отличается дорослых, то рентгенофлюорографичное обследование повинен пройти о маль кожным. С начала года областные центры таким шляхом выявили коля 70%. В последние четыре года в городе у нас не превышается за год эпидемический порог по заболеваемости туберкулезом. Это наше, так сказать, достояние, наши наработки. И надо сказать, что и в этом году регистрируется один, не один, а самый низкий уровень заболеваемости туберкулезом за последние три-четыре десятка лет. Каб облегчить своечасовую диагностику туберкулезу, зразумело потребны гроши. Зараз, наприклад, необходно набыть перасонный рентгенофлюорографичный аппарат и некальки стационарных для медустанов города. 15 листопада завершится термин приема земельного податку и податку на нерухомость. На Гомельшине оплошивать их повинны свыше 370 тысяч человек. Огульная сумма складая коля 700 миллионов рублей. Полова плательщика уже различилася. За спазнение продугледжено не только пеня, а и меры администрационной отказности. Дарыши платежные поведомления можно отрымливать по электронной поште. Для этого необходимо заполнить заявку на портале Министерства по податках и сборах, а либо накеровать ее на электронный адрес ведомства. Типрысти особиста. Налоговые органы Гомельской области не первый год используют в работе электронный сервис, личный кабинет плательщика, который дает возможность гражданам, не обращаясь, не выходя из дома, узнать точно сумму налога, а также уточнить, на какие расчетные счета их внести. Для того, чтобы иметь возможность пользоваться этим личным кабинетом, граждане обязаны, имеют возможность прийти в налоговую инспекцию, подать заявление, в котором в обязательном порядке необходимо указать адрес своей электронной почты. И это позволит таким образом проще и быстрее уплатить причитающиеся суммы имущественных налогов. Специалисты нагадывают, что оплатить податки можно с допомогой развлековой системы ЕРЫБ. Ильготы, как и ранее, продугледжены для пенсионеров по взросле, инвалидов первой и другой групп, шмадетным семьям и некоторым иншим категориям грамадян. Подробную информацию можно отримать по номерам телефона у Гомеля 79 88 28, это областная податковая инспекция, або 24 53 73 по Гомельским районе. Сусветный фестиваль молодых студентов завершился в Сочи. Форум объединял у Дельников с большим 180 краям света. Весь минулый день глядачей «Беларусь-4» отримуливали виды привитания от делегаций Гомельской области. По вертании до дома молодые люди поделились уражениями с нашими корреспондентами. Фестивальный день у минулым и у сеудельники под уражением. До речи, белорусская делегация была одной из самых массовых, коля 300 человек. За их 20 делегатов – жихары Гомельской области. Это рабочая и студентская молодь. Есть представники громадских объединений Уликуяких, БРСМ, Лига доброохватной працы молоди, Белорусская ассоциация клубов ЮНЕСКО и иншие. Предложение ехать на фестиваль мне поступило от Белорусской молодежной общественной организации спасателей пожарных. Эта организация состоит уже давно, еще со школьных лет. Активно участвовала в различных соревнованиях, постоянно конкурсах. Это республиканские международные акции. Мне понравилось то, что первая часть была более образовательная программа. То есть ты ходил на лекции к различным известным людям. Выносил что-то интересное оттуда. Потом вторая часть уже – это какая-то более развлекательная. Количество людей, безумное количество людей, которые просто были везде. Люди абсолютно разные. На самом деле было очень круто, потому что ты идешь по улице, и тебе навстречу идут немцы, тебе навстречу идут французы, тебе навстречу идут русские, белорусы, африканцы. И действительно безумный поток именно активной, сознательной мировой молодежи. Кажут, что спробовали поспеть усюды у погони за эмоциями, новыми знакомствами и ведами, и они побывали на многих тематичных пляцовках, и оких было каля 60-ти. Это встречи с письменниками, политиками и космонавтами, спортивные мероприемства и флешмобы, презентации досягнения Украину-дельниц, фестивалю и выставы. Кожный день был расписан по хвилинах, час пролетел так худко, что, как признается молодь, хотелось побыть у Сочи еще хотя бы некольки дн. Была программа «Здоровье и экология», которая рассказывала о разных мероприятиях по спасению и по лечению больных. Был затронутый день анестезиолога 16 октября, там тоже проводился семинар, форум, который обсуждали и поздравляли наших анестезиологов. На фестивале было довольно много мастер-классов по моей тематике, это робототехника и программирование, были интересные встречи с людьми, которые достигли больших высот в этих сферах. Были представлены, например, такое интересное мероприятие, как робобои, то есть самые настоящие бои роботов, которые были очень энергичными, зажигательными, в прямом смысле летел металл. Довольно много роботов было представлено от московских университетов и, подчеркнуто, довольно много знаний. Фестиваль «Даречи» активно використовали и як перамовную пляцовку. Кировники делегаций и министры розных краин домовилися об конкретном супрацовнестве. Наприклад, у Беларуси зараз плануют створить один адукационный центр и пропрацовать совместную с Россией программу по подтримце талиновитой молоди. Алексей Немоганна Корольчук, Игорь Маришенко, телерадио «Компания Гомель». ГТ и иншие новины вы можете знать на нашем сайте в интернете по адресу www.tvrgomel.by Далее у эфиры спортивные огляды. З новинами спорта вас познайомит Максим Савин. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова